На всей планете до 15% в год это потребление для охлаждения. Все производство холодилки и вообще вся инженерная компетенция, она именно здесь, в России. Объем инвестиций это около 2 миллиардов рублей. В России таких установок никто никогда не делал. Неважный маршрут движения Владивосток-Москва, у нас всего 2 часа, если что-то случилось с установкой. За 6-9 месяцев можно железо разработать, но чтобы его поставить в изделие, то это мерится годами. Те, кто реально что-то производит самостоятельно, сегодня золотое время. Друзья, всем привет! Вы на канале «В процессе», где мы продолжаем путешествовать по различным производствам и знакомить вас с ними. И сегодня нас ждет еще одно увлекательнейшее путешествие на очень крупное предприятие, занимающееся климатическим оборудованием, производством климатического оборудования и его комплектующими. Климатическое оборудование, большие промышленные кондиционеры для железнодорожного транспорта, вагонов метро, для автомобильного транспорта, троллейбусов, электробусов, кораблей. В общем, будет масштабно, друзья. Будет масштабно, будет увлекательно. И сегодня мы посетим две производственные площадки этого предприятия. В Мытищах и в Твери мы с вами побываем. Поэтому не забудьте подписаться, если еще не подписаны, поставить лайк, обязательно поделиться выпуском. Я надеюсь, что вам понравится. Ну и оставить комментарий в процессе выпуска. Все, поехали. Каждый бизнес, производственный или нет, сталкивается с трудностями роста, когда необходимо приобрести новые станки, оборудование, какую-то технику. Но выдергивать большие суммы из оборота может позволить себе далеко не каждая компания. Лизинг – самый простой способ для юридических лиц ИЭП приобрести технику с минимальным привлечением собственных средств. Отличное решение предлагает Альфа-Лизинг – финансирование оборудования для любого бизнеса. Чем бы вы ни занимались – от металлообработки до пищевого производства, логистика и такси – Альфа-Лизинг поможет быстро оформить любую технику для бизнеса на самых выгодных условиях. Аванс от 0% на новые БУ-автомобили, причем как легковые, так и грузовые. А на новое оборудование – аванс от 10% и одобрение всего по трем документам в течение двух часов. А еще удобное оформление онлайн, сезонные графики платежей, дополнительные скидки от автопроизводителей и дилеров. Не откладывайте развитие своего дела. Переходите на сайт и оставляйте заявку прямо сейчас. Ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы на предприятии в одном из цехов. Да, в одном из. Андрей Юрьевич, вы генеральный директор всего предприятия. Ну, у меня как бы совмещение трех глазностей. Я руководитель дивизиона и генеральный директор двух компаний. Ну, мы конкретно... Да, в компании «Трансхон» находимся. Да, и рассказываем про непосредственно климатическое оборудование, климатические установки промышленные, большие. Вот теперь уже, да, расскажите, собственно, вы чуть побольше про само предприятие. Ну, на самом деле, в этом году мы отметили 25 лет. Хорошая дата. Это такой путь для бизнеса, который точно имеет точки отсчета. Вот, поэтому я считаю, что 25 прошли, прошли успешно. В дальнейшем путь развития тоже есть. Начиналось все здесь, в городе Твери. Основателем компании является у нас Закатов Сергей Павлович. Вот, он как бы основной идеолог создания был этого предприятия. Именно в этом цехе мы осуществляем на сегодняшний день сборку кондиционеров и систем термостатирования для вагонов метрополитена города Москвы, города Баку, города Ташкента и города Санкт-Петербурга. Линии все, без исключения, выстроены по постовому методу. Но мы переходим на конвейерную сборку. На самом деле, конвейерная сборка у нас была освоена в 2020 году. Но так как пандемия, это первый был катаклизм, потом, понятно, еще у нас несколько перипетий здесь прошло. Сопоставили задачу к концу года. Мы восстанавливаем эту линию, она из постовой сборки превратится в конвейерную. Первое приходит к нам корпуса. Корпуса также вы увидите изготавливать здесь у нас на нашем же предприятии. Разделены компетенции. В настоящий момент мы находимся на предприятии КСК «Металлкомплект». Оно входит в периметр группы компаний КСК. И здесь мы производим корпуса для кондиционеров из алюминия, черной стали, нержавеющей стали. Ну а это, я так понимаю, большое предприятие, которое делает заготовки вообще для всего, что делается в группе компаний, можно сказать. Совершенно верно. И, наверное, это самая большая часть КСК, это металлообработка. Здесь действительно номенклатура огромная. Если мне память не изменяет, более 15 тысяч изделий. То есть, ну, достаточно серьезные. Все это для железнодорожного машиностроения. Ну и здесь же, кстати, покраска, да? Вон я вижу, что... Да, здесь комплексная сборка идет, покраска. То есть, металл мы нарезаем также в группе компаний, привозим сюда уже заготовки. И, собственно, здесь происходит сборка и дальнейшая обработка. Идея, скажем так, холодильного оборудования, да, кондиционерного оборудования, она была на тот момент продиктована рынком? Или как, почему? Да, конечно, это спросом рынка, конечно. То есть, компетенция, которую мы обладали, это раз. И реально пониманием, в первую очередь, рынка, развития его и отраслевой потребности. Потому что холодильная отрасль, как таковая, да, она очень широкая. То есть, само кондиционирование, да, это один из элементов. А холодильная отрасль, она огромная. То есть, начиная там, не знаю, в космическом корабле есть кондиционер, да, но там же есть и холодильное оборудование, которое охлаждает, например, часть технологического оборудования. И то же самое, вниз и спускаемся, то обычный ваш бытовой холодильник или мой, это то же самое, это та же холодильная отрасль. И вы приходите в магазин, витрина, а это тоже холодильная отрасль. Поэтому это очень широкий спектр. На планете, если взять все потребление электроэнергии, вот просто там наши розетки, не знаю, заводы и прочее, вот на всей планете до 15% в год это потребление для охлаждения, для конкретно, чтобы работали холодильные машины. Вот такая это огромная отрасль. Мы тоже не пошли, как я называю, бульдозером, да, хотя некоторые попытки были, вне кондиционирования уйти, там, в коммерческий холод и прочее. Мы даже создавали отделы пробных продаж, но попробовав этот рынок именно с точки зрения потребности в моменте, мы спокойно отказывались и концентрировались на том, где потребность и наша компетенция была удовлетворена. При заходе корпуса у нас готовится теплоизоляция и звукоизоляция, и дальше начинается электрический монтаж. Соответственно, каждая операция передвигается от поста к посту, это и есть последовательность сборки. Операции, они зафиксированы все, как положено в технологических картах, отслеживаются подразделением технического контроля, самоконтроль, ну и плюс дополнительно мы каждый такой глубокий передел технологический, например, закачка флодагентом, мы контролируем уже дополнительно, то есть любая специализированная операция, она контролируется именно дополнительно. Последовательность выполнения операции универсализирует эту линию, то есть мы легко перестраиваемся. То есть сегодня на конвейере, если вы обратите внимание, черного цвета это стоят изделия для Санкт-Петербурга, серого цвета стоят это для города Москвы. У них есть свои особенности и отличия, и независимо от этого они стоят на единой линии сборки, и мы собираем это практически по тем тактам, которые разработаны нашими технологами. На базе московского метро покажу. Сердце любого холодильного контура – это компрессор. Значит, на сегодняшний день, когда, как говорил, идет сборка последовательно, сначала отчасти электромонтаж, который под этими агрегатами, потом монтируются реально базовые агрегаты, к ним появятся компрессора, дополнительные элементы холодильного контура, туда дальше теплообменка, которая есть, и вентиляторы. То есть, соответственно, такие базовые три элемента, которые присутствуют в любой холодильной машине, и в вашем холодильнике в том числе. Основной элемент, который в дальнейшем мы монтируем, – это система управления. То есть, систему управления также мы собираем на смежном предприятии, входящем в нашу группу КСК. И после того, как сборка осуществлена полностью по циклу, мы переходим уже на участок приема сдаточных испытаний. По поводу внутренностей всех. То есть, вы на данный момент производите все? Нет. Почти все? Ну, я бы не стал так говорить. Мы с 2018 года реально разработали стратегию, которая подразумевала локализацию, независимо от тех внешних факторов, которые случились позже. То есть, мы разрабатывали ее реально в 2018 году. Соответственно, первое, то, что мы локализовали, – это корпус. И он в двух технологических цепочках, имеется в виду металлический, и есть для колесного транспорта пластик. Второе – это теплообменка. Почему именно последовательность такая? Это, как правильно выразиться, наименее глубоко технологичные продукты. То есть, их можно было локализовать довольно быстро, потому что эти технологии можно было спокойно купить. Ну, то есть, например, технологию производства этих теплообменников мы купили в Китае. Линию вы тоже увидите. А у нас не было этой технологии. Но мы же производили когда-то свои холодильники. В Саратове был огромный завод. Послушайте, на сегодняшний день в Минске до сих пор есть. И там, между прочим, производят свои компрессора. Но это оборачиваться не будем. На границе 2018 года я официально говорю, что теплообменное оборудование в стране производилось у нас, но оно производилось ограниченными партиями и базовыми двумя заводами. Один из заводов принадлежит и до сих пор принадлежит итальянской компании. Поэтому зависимость была опосредованная, но она была. Поэтому на сегодняшний день мы приняли решение. Плюс, как бы мы ни хотели, добавленная стоимость, которая в теплообменке есть, она точно не помешала в нашей себестоимости. Поэтому все банально просто, как бизнес. Значит, то, что касается вентиляторов, это у нас был как раз параллельно запускаться должен был процесс в 2021 году вместе с компрессорами. И имеется в виду выпуск их. Но в 2020 году нас немножко притормозила пандемия. И инженерный состав максимум мы выводили, так же, как и все, на удаленку. Что это точно дало небольшой тормоз в этом развитии. Но мы не остановили, самое главное, компрессорную разработку. Здесь вообще отдельная история. Мы пошли по пути не совсем ординарному. Так как технологическая и конструкторская школа компрессора, холодильного именно, была утеряна вообще. То есть, чтобы было понятно, на постсоветском пространстве было 26 заводов, опускающих различного объема и различной технологии сжатия компрессоров, холодильных. На границе 2018 года ни одного завода России даже физически не существовало и не существует до сих пор. Ну а люди же, они же куда-то, ну они же не могли испариться. Просто последний завод закрылся в 1994 году. Но мы нашли остатки в институте, в одном из городов Положья, я так назову, где был сохранен еще отдел так называемых холодильных компрессоров. Но было 4 человека. Средний возраст 68 лет. Мы договорились с институтом, мы подписали тройственный договор с технологическим партнером. Мы как заказчик институт, как разработчик. И мы не пошли по пути клонирования тех изделий, которые сегодня выпускает промышленность западная или там восточная, китайская. Мы ту разработку, которая была последней в институте, мы сначала потратили полтора года. Мы сделали ее в железе, испытали. И тем самым к этим 4 человекам еще посадили 5 молодых инженеров, которые прошли эту школу. Мы практически создали ядро небольшое, оно всего 10 человек. И я это точно отдавал себе отчет, принимая именно такое решение, что без формирования компетенции конструкторской в этой области мы можем скопировать, но в дальнейшем расширять какое-то производство, уходить на массовое производство. Это авантюра. Ну, это здравое абсолютно мысль. Но это деньги и 2 года жизни. А теперь у нас есть на сегодняшний день программа разработки 9 компрессоров. Два компрессора уже в опытных образцах проходят испытания. Класс. И я надеюсь, через 2 года всю линейку компрессоров, которую выпускаем мы внутреннего потребления, мы ее закроем. Плюс у нас есть еще дополнительные идеи. Мы ее муссируем везде и о ней говорим, что создав первую эту компетенцию технологическую здесь у себя на предприятии, мы ее потом можем масштабировать. И самый главный потребитель – это отрасль автомобильная, где мы с вами ездим в легковом автомобиле каждый, и там присутствует компрессор. То есть это на сегодняшний день самое массовое изделие, которое в России потребляет на сегодняшний день около полутора миллионов штук, когда сборочные предприятия все работают. Соответственно, это новый завод для новых изделий. Это уже хороший объем, да. Да, и который можем... Тогда мы начинаем конкурировать, в том числе, по цене и с китайцами. А на другие объемы нет смысла. Поэтому вот по стратегии развития мы идем дальше, и я надеюсь, через 2 года мы закончим тему компрессоров. Теплообменка понятна, вентиляторы тоже понятны. Самое главное, что электродвигатель и к вентиляторам, и к компрессорам мы тоже делаем самостоятельно. То есть сейчас в разработке 11 электродвигателей. И это будет отдельная линия. Но еще в разработке. Да, в разработке мы получили на это поддержку реального государства. Мы получили программу ФРП и финансирование. Общий объем инвестиций сегодня именно на локализацию компонентной базы вместе с финансированием нашим, это около 2 миллиардов рублей. И, соответственно, мы начинаем осваивать вот именно этот продукт как продукт внутреннего потребления. Но надеемся, что мы постараемся развить его так, чтобы он и завоевал рынок, в том числе и наш, как отдельный продукт. Слушайте, ну это прямо звучит, это очень хорошо, как, по сути, создание отрасли, можно сказать, заново. Так и есть. Судя по вашим действиям, да, вы прям в стратегию очень хорошо умеете. Ну, это мой принцип управления предприятием и мой опыт. Я, на самом деле, там с 27 лет на руководящей должности нахожусь. Прошел несколько бизнес-школ, и мое полное убеждение, что предприятие без стратегии будущего не имеет. Поэтому, даже придя сюда, первое, что мы защищали из дивизионов номер один, это мы защищали свою стратегию. И мы ее писали вместе с нашей командой. Мы классическая схема «ничего не выдумываю». Это те отраслевые направления изучения маркетинга. Это полностью изучение правил, самое главное, работы этого рынка, требований этого рынка. И после этого моделистика, каким образом мы туда должны зайти. Сразу выписываем конкурентные преимущества и проблемы. И, соответственно, пытаемся их в этом плане совместить для того, чтобы рынок, на самом деле, начал продукцию нашего производства потреблять. Вот и все. И еще раз подчеркну, стратегия – это не высеченная в камне какой-то документ. Она точно из года в год, она не кардинальна, но она гибкая. Я бизнес всегда сравниваю с бобслеем. То есть ты должен вовремя среагировать, вовремя остаться в желобе, потому что или ты вылетишь, или перевернешься, или сломаешься, но и на этом твой бизнес заканчивается. А это как раз позволяет сделать стратегию. Мы находимся в другом цеху. Здесь у нас выстроена линия по производству кондиционеров для салонов электропоезда «Иволга», которая на сегодняшний день практически является базовым электропоездом, который закрывает все диаметры в городе Москве, где 100% стоит кондиционер как в салоне для пассажиров, так и для машиниста. Конечно, кондиционеры стоят нашего производства. На следующий год у нас план в полтора раза больше, поэтому сегодня здесь тоже не совсем все, как мы любим, по ниточке. Идет отчасти переезд, потому что мы готовимся к объему, должен быть увеличен в следующем году в полтора раза. Это вы уже знаете, что запрос определенный под... Нет, он не запрос. У нас горизонт планирования на железнодорожный транспорт от года. То есть на год вперед мы точно знаем пометчечные планы, когда что нам нужно. Технологическая цепочка, которая выстроена была на метрополитене, она точно такая же у нас везде, и за исключением мы здесь листовые детали отчасти получаем в несобранном виде. То есть корпусом мы начинаем собирать. Плюс теплоизоляция, которая есть... Но это все тоже ваши же смежные предприятия, мехообработки. Все на этой же территории листобработки. 48 киловатт, полторы тонны весит каждый кондиционер. Обалдеть. Поэтому, да, это такая сложная на самом деле машина. Можем заглянуть? Вот я смотрю, что там прям компьютер внутри, да? Там огромное количество электроники. Нет, это как раз один из таких базовых элементов, который отличает эту систему, что сама система управления встроена в кондиционер. В основном в других элементах подвижного состава, например, там вагон локомотивной тяги. Там система управления вынесена. Она на пульте управления у проводника. И у нас практически холодильная машина отдельно проводами управляет. Здесь собрано и было техническое требование заказчика, чтобы система управления была внутри. И, соответственно, да, это на самом деле сложный электронный элемент, который также мы выпускаем самостоятельно. И мы это все ставим здесь, начиная от первичных испытаний, разработки, подбора элементной базы и так далее. То есть это как, ну, будем говорить, если смотреть, отдельный элемент этого сложного механизма. И, да, есть целое подразделение, конструкторское бюро. Кстати, на эту тему тоже раз уже заговорили. На сегодняшний день я считаю, что у нас самое крупное конструкторское бюро. Нам удалось его создать по именно транспортному кондиционированию. Это один из кабинетов инженерного отдела, можно сказать, центра. Всего, как мы говорили, там порядка 160 человек инженеров трудятся. В среднем, наверное, да. На самом деле сейчас в компании порядка 50 проектов, которые находятся в активной фазе. Каждый проект, он сам по себе уникален. Ни в одном нашем продукте нет повторяющегося компрессора. Все они разные. Поэтому требуют отдельного расчета, отдельной конструкции. Серьезная работа – привлечь столько специалистов на предприятиях. Это, наверное, самое сложное. Да, найти их еще и привлечь. Благо в нашем регионе это, наверное, чуть проще сделать, чем, может быть, в каких-то других регионах нашей Родины. Согласен. Все в Москву тянутся. Один из важнейших параметров в системе микроклимата – это распределение воздуха. Мало создать холодный воздух или теплый, надо еще грамотно распределить его по объекту. Вагон это будет, метро, или пассажирский поезд, или какой-то кузов. Есть определенная группа инженеров, которые занимаются распределением и расчетом этих воздушных потоков. Чтобы пассажирам было не дуло в макушку, не мерзли ноги. Потому что мы отвечаем не за кондиционер, который стоит на крыше вагона, а за тот микроклимат, которым пользуются пассажиры. То есть в зависимости от этой схемы, например, уже пишется задача контроллеру. Сколько подавать, в какое окно воздуха, сколько кубических метров в час, с какой скоростью и так далее. То есть это еще в зависимости от, не знаю, где двери находятся, улицы этой. Или туннель метро. Где тамбур, да. К примеру, есть такая функция, когда, например, электропоезд «Ласточка», который здесь следует за локомотивом, и чтобы не засасывало отработанные выхлопные газы, перекрываются определенные каналы. Там много очень нюансов. А есть какие-то нормы по определенному объему воздуха в вагоне в зависимости от количества пассажиров? Более того, есть целый институт, называется в НИИ ЖГ. Железнодорожная гигиена, которые формализуют все эти требования, да, и не обязательно к исполнению в рамках прохождения испытаний, когда происходит постановка на производство. То есть вы просто садитесь в вагон какой-нибудь, метро или еще чего-то, да, и не думаете, откуда к вам попадает воздух. А тут люди работали не один десяток лет, чтобы все это придумать, разработать, внедрить, и чтобы все это работало так, как должно. Ну да, в том числе, вот одна из таких важных проблем, с которой мы, ну, сейчас мы уже убедили наших заказчиков, то, что мы, как производители кондиционеров, должны участвовать и в проектировании самих воздуховодов, и систем воздухораспределения. Потому что, когда классный кондиционер, ну, если воздуховод сделан неграмотно, или неправильно, или там где-то какие-то отверстия, да, не соответствуют по своим пропускным способностям, он точно ждет беды. Поэтому мы этот этап берем на себя, вот, и гарантируем то, что, если вы нам его отдаете, то воздух будет распределяться именно так, как нужно пассажирам. Это очень серьезная работа, на самом деле, о которой, ну, я вот не задумывался, например, и уверен, что многие не задумывались, это очень классно. По поводу самих систем, я не знаю, очистки воздуха, может быть, пандемия в том числе внесла какие-то коррективы. Они же, ну, явно же отличаются, да, от бытового, скажем так. То есть есть какие-то свои особенности, когда тебе нужно подготовить воздух, там, не знаю, через вагон метро сколько людей в сутки проходит? Ну, много же, да? Несколько сотен тысяч, наверное. Значит, единственная отрасль в России, которая еще до пандемии, еще в 15-м году обязала устанавливать специальные системы обеззараживания воздуха в каждый кондиционер, это железнодорожные отрасли. Вот вы сейчас, я показываю пальцем, на сегодняшний день стоит, да, это конкретно обеззараживатель воздуха, который основан на принципах ультрафиолета, но он выполнен в специальном транспортном исполнении. Это выпускает также наше предприятие, которое входит ко мне в дивизион. Это ноу-хау на самом деле, оно имеет патент. На сегодняшний день это не введено в СанПин для общественного колесного транспорта, это по требованию заказчика с точки зрения эксплуатанта. А то, что касается железнодорожного метрополитена и прочего, это 100% обязательно. Чтобы было понятно, здесь санкционно зависимых ни одного элемента нет. Нам за год удалось победить этот вопрос. То есть у нас есть или китайского производства, или российского. Другого здесь ничего нет. Но на самом деле, когда мы заходили в феврале 22-го на замену санкционки, 76% элементов у нас были санкционные. Насколько сейчас рынок этот изменился, может быть, опять же, с уходом многих компаний, которые занимали большую нишу, я уверен, большую долю рынка в России в том числе? Ну, слушайте, особенно колесный транспорт. Я еще раз говорю, мы в основном холод и кондиционирование на транспорте. То есть это вот та ниша, за которую мы боремся, в которой мы работаем. Поэтому именно в этой нише, если по отраслевому признаку, в железнодорожной отрасли здесь были и французская компания, и испанская компания, несколько российских компаний, уход их, но он произошел, на самом деле, чуть раньше даже, потому что, ну, там две объективные причины есть, и конкуренция с развитием наших компетенций стала реальной. То есть даже я могу сказать, у нас идея была, когда мы проектировали промпарк, вот это конвейерное производство создать, мы хотели на этапе границы 2020 года опередить двух лидеров, это Merck и Favily, две компании, которые европейские, номер один по кондиционированию в транспорте, именно по штукам выпуска. И мы создавали именно производство, которое должно было бы обеспечить качество, количество, соответствующее рынку и объем именно масштабирования, чтобы мы, даже их элементы, которые заходили на наш рынок, мы на своих площадях готовы были предоставить им такую услугу, собирать эти изделия. И они готовы были это сделать, потому что требования по локализации возрастали, соответственно, просто завоз не состоялся бы им как эффективный, и им нужны были определенные правила по сборочному предприятию здесь, чтобы не создавать его, а как, ну, как, я не знаю, в Калининграде. Ну, завод, автомобиль, который может элементарно собирать все, что угодно. Вот эта идея была, и мы ее практически воплотили. И на сегодняшний день по объемам нашего производства, но я четко сконцентрируюсь в железнодорожной отрасли всего нашего земного шарика, мы ни много ни мало, почти 6%. По объему? По объему выпуска. Мира? Мира. Ничего себе. Так зачем нам тогда нужно было когда-то думать вообще о каком-то там контрактной сборке европейцев? Послушай, ну, бизнес такая штука, она же затягивает, если ты драйв имеешь. Почему в итоге, кстати, тогда не состоялось? Это же были еще там 20-й год, 21-й, в целом все могло. Не, банально просто, на самом деле, пандемия. То есть вот как раз граница принятия решения, это была граница пандемии. И общие объемы производства потребления нашего заказчика упали в моменте. И, соответственно, больше пошло, ну, как бы, ориентирование нашего заказчика на российское производство. Мы пришли в цех, где готовится теплообменное оборудование. Да, вместе с нашим китайским партнером было спроектировано две линии полуавтоматические для производства и заказаны. Срок изготовления был около 9 месяцев. Оборудование пришло на границы 20-го года. Случилась пандемия. И нам пришлось устанавливать телекамеры, организовывать телемосты для того, чтобы дистанционно запустить данный процесс. Продолжение следует... Вот таким образом выкладываются элементы, крепятся, закачиваются гелем и в ванны погружаются. Гелем? Да. Это для проверки герметичности. Герметичность, да. А, и ванна прям, да. Она опускается. Здесь есть визуальный контроль, который осуществляется, он различный. И, соответственно, мы видим, какие могут быть... Это просто вода. Ну, это подготовленная вода. Там она с специальным раствором, чтобы она не цвела и так далее. Вот таким образом, пройдя полный контроль, дальше предварительное распределение, упаковка, номенклатура. Третья линия сборки – это выстроена линия для сборки кондиционеров одноэтажных и двухэтажных вагонов локомотивной тяги, которую выпускает Тверской вагоностроительный завод. Где мы можем это видеть, Тверской вагоностроительный завод? Все поезда дальнего следования... Это все, да? Это все Тверской вагоностроительный завод. Здесь осуществляется вторая часть проверки, но уже герметичности закачанного контура. То есть, когда мы там видим, проверяют одну теплообменку, то здесь мы опускаем целиком кондиционер. А почему остальные по такому принципу не проверяются? А там используется другая технология, которая дает тестировать его, не прибегая к пузырьково-капельному вот этому методу. Здесь в программе методики, утвержденной железной дорогой, мы же привязаны к ГОСТам, утвержден такой метод контроля, мы его и проводим. Ну, здесь используются тоже такие специальные контователи, которые как раз позволяют удобно собирать, потому что на самом деле он тоже весит ни много, ни мало, почти полтонна. Пока мы идем по постовой сборке, но также мы на следующий год, во втором полугодии, эту линию также переведем на конвейер. Находимся в цеху номер 2, который изготовляет именно кабины машинистов, холодильники и также сприт-системы. Холодильники в смысле для вагонов и ресторанов? Да, все верно. То есть этап сборки начинается с подачи корпуса, оклейки, изоляции и по этапам сборки насыщается комплектующими. Видим с этой стороны именно холодильные шкафы, мы на них производим установки, устанавливаем также и с вагоном-рестораном он поставляется в комплекте. Морозильный шкаф и низкотемпературный. Мы находимся в нашем отдельном цеху, который мы тоже считаем заготовительным. Здесь применена технология автоматизированной гибкие трубы, так как трубы у нас очень много. Имеется в виду весь холодильный контур, он точно состоит из этих труб. Соответственно, вот мы приобрели этот станок турецкий, где по 3D-модели мы спокойно задаем любой размер, его геометрический, и он в трех плоскостях начинает его гнуть. И как элемент конвейерной сборки мы подаем на конвейер. Здесь два станка, там нарезка, и здесь еще подсборка этих элементов и пайка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И получаем вот такие элементы, которые сразу идут на сборку. Вот, например, такой элемент, уже со всеми пайными фитингами и так далее. Соответственно, это, естественно, на самой сборке уменьшает количество операций, и, соответственно, его мы точно можем превратить из пасовой в конвейерную. То есть все промежуточные операции мы стараемся вывести. Вот это как раз автоматизация процессов, которые есть технологические. У вас, кстати, вот такие вот штуки стоят, терминалы по всем цехам, я обратил внимание. Это элемент автоматизации производства. У нас вводятся в эксплуатацию терминалы, по которым выдается сменно-суточное задание. Сотрудник также с утра приходит, уже видит, что ему надо в течение дня сделать, распределяет свои силы рационально. Ну, а начальник участка или, я не знаю, главный инженер, кто-то туда загружает, скажем так, задание? Мастер, начальник участка загружает либо на день, либо даже на неделю. Ну, стараемся на неделю, чтобы увидеть сразу, какие у нас на неделе могут быть проблемы при сборке. Они у нас подсвечиваются вот красным цветом. Когда у нас все зелено, значит, у нас все идеально, и никаких проблем нет, и все собираем. А если здесь, то мы уже знаем, на что нам надо обратить внимание, чтобы опередить это все. Также сотрудник может здесь увидеть чертежи, по которым он может собирать все это дело. То есть это кто-то конкретно под вас сделал? Да, 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 это технологи, конструктора работают в связке с нами. Здесь всегда актуальная версия. Если происходит какое-то изменение в чертеже, при входе сюда нам оно подсвечивается красным. Значит, на это надо обратить внимание, чтобы была изменена какая-либо деталь. Это линия для сборки кондиционеров колесного транспорта, салонов от 20 до 30 киловатт. Ага. Это вот то, что на крышах автобусов. Точно. Троллейбусов, автобус. Сюда приходит, как и везде, сначала корпус. Корпус тоже делается нами, но только смежным подразделением. Мы в цеху с очень насыщенным воздухом, я бы так сказал. Это все, я так понимаю, стеклопластик, да? Это, да, производство стеклопластика, да, которые формируются на технологии как ручного формования, так и на РТМ-технологии. Изделие корпус кондиционера мы производим по технологии РТМ. Вот оснастка, значит, процесс изготовления включает в себя нанесение на лицевую поверхность декоративного слоя, который называется гилькоут. После чего происходит укладывание поверхности стекломатом. И дальше накрывается пуансоном. И происходит заливка смолы. После заливки смолы данная матрица разбирается, пуансон снимается. Изделие залито, сформировано. Все. Сколько времени занимает процесс вот этого формования? Порядка четырех часов на одно изделие. Это в печь происходит или просто? Нет, без печи. Но для ускорения процесса используется, да, печи для полимеризации. Изделие готово, полимеризовано. Сейчас оно извлечется из матрицы, распакуется и отдастся на обрезку. То есть излишки изделия, вот этот запас, припуск, он обрезается, вырезаются окна и отдается на сборку. А, ну сейчас мы увидим, его поднимут, да? То есть четыре часа один корпус, грубо говоря. Это процесс только формования занимает четыре часа. Все, они его на обрезку принесли. Здесь три поста. На одном устанавливаются элементы с внутренней части, на другой с наружной, и на третьей уже непосредственно установка самих крышек стеклопластиковых на этот корпус. Вот эти вот сеточки тоже? Это у нас крышка приходит в сборе. Как готовое изделие, она формируется из ЭБС-пластика, уже с установленными элементами металлическими закладными. Вот. Этот пост уже окончательной сборки, это третий, финишный, как раз, где нагидываются все две крышки. Насколько он локализован? Это один из таких самых новых продуктов наших. Изначально, как продукт на российском рынке, он был, я это называю, китаизирован. Сегодня это приблизительно 60% – это китайская комплектация. Но, опять же, мы, то, что касается компрессора, теплообменку мы уже локализовали, вся теплообменка уже наша. И останется вентилятор, два вида их. Сейчас уже опытные образцы у нами сделаны, проходят испытания. Мы надеемся к концу следующего года довести уровень локализации здесь до 70%. Прозвучала сейчас от вас тоже фраза, что уровень локализации важно поддерживать и для европейских производителей, которые заходили на российский рынок. Но при этом вот у нас уже не в первом видео все чаще поднимается вот эта история с привозом комплектующих и с пошлинами на эти комплектующие европейские. Ой, несите мне соль на рану. Или с завозом готовой продукции и с пошлинами на эту готовую продукцию. Вот, то есть у вас, я так понимаю, в отрасли история ровно та же самая, как у нас во всей промышленности, мне кажется, да, что привезти готовое изделие, неважно где произведенное, стоит дешевле, чем произвести это изделие, грубо говоря, здесь. Не просто дешевле, а пошлина ноль. Ноль. А комплектацию, которую мы завозим, от 5 до 15 процентов. То есть мы на старте здесь реально не конкурентны. Мы ведем эту работу уже четвертый год. Чтобы как-то переломить ситуацию, да? Да, мы прошли несколько этапов. У нас есть подразделение, его как раз Георгий возглавляет, который как бы своим тоже напором, своей инициативой, вот, он продвигает эту тему, этот флаг машет на всех уровнях. Вот эта достаточно вегетарианская политика в отношении импортных поставщиков, иностранных поставщиков, которая была ранее, она позволила им зайти на наш рынок и развиться, тем самым вытеснив российских производителей. Вот как раз вопрос с пошлинами, на мой взгляд, это и есть та причина, по которой так произошло. Безусловно, это не единственная причина профессии инженер. Когда она стала популярна? Только тогда, когда столкнулись вот с этой беспрецедентной ситуацией, которая произошла, да, в 22-м году, полное прекращение поставок многих компонентов, в том числе и в нашей отрасли. И здесь действительно столкнулись с тем, что, а где инженеров-то взять? Если производства не было, соответственно, и эту инженерную школу никто не развивал, их не выращивали, а это годы. И с этим нужно не просто что-то решать, мы конкретно действуем, наши предприятия четко понимают свою задачу в масштабах всей отрасли. Этот вопрос мы решаем по пошлинам. Более того, я предполагаю, что мы не единственная отрасль, где такая проблема существует. Сто процентов. Да. Я думаю, это по всей промышленности в целом такая история. Ну, полагаю, что много где. Опять же, обратил внимание 4 апреля, ну, так скажем, в начале апреля 2023 года наш президент выступал на президиуме госсовета и как раз обозначил проблему с существующей таможенной политикой. Он также сказал, что пошлины на конечный продукт ниже, чем пошлины на компонентную базу для сборки такого продукта. И, в общем-то, сказал, что необходимо обратить внимание правительству на это и как-то это исправить. У наших соседей такая же проблема, но не стоит нас сравнивать. Все производство холодилки и вообще вся инженерная компетенция, она именно здесь в России и частично в Белоруссии. Но масштабы России кратно выше. Поэтому страдаем сейчас именно мы от сложившейся ситуации. Мы не требуем обнулить пошлины на комплектующие. Мы говорим, поставьте нас в равные условия. Поднимите пошлины. Государство от этого только преференции больше получит. Соответственно, вы нас на стартовую линию, если говоря, спортивным языком, выставите одинаково, а не так, чтобы он был на 10 метров, на 100 метровке впереди. Мы передвигаемся, скажем так, по цехам сборки, куда готовые элементы уже стекаются из разных подразделений. То есть вы за счет своих масштабов предприятие немаленькое. Здесь 90 тысяч квадратных метров. Но здесь не только системы кондиционирования воздуха на этой площадке, да, здесь есть стеклоподразделение. Здесь предприятие, ключевые системы компоненты. У нас дивизиональная система управления. Вот я руководитель дивизиона климатики. Здесь у нас дивизион заготовительного производства, дивизион экстерьеров, интерьеров, дивизион электроники. И у каждого не одно, а одно, два, три предприятия. Это все как бы позиционируется как единый промтехнопарк КСК. Очень классно все это выглядит и снаружи. Площадка, при том, что это была какая-то старая же предприятие была, да? Ну, мы можем потом предоставить вам фотки. Это было всего-навсего 4 года назад. Я почему бы хотел обратить на это внимание, потому что мы ходим по очень светлым, чистым помещениям с залитыми, свежими, беспилевыми полами. То есть еще и сюда было инвестировано какое-то невероятное... 4,5 миллиарда рублей. Невероятное количество денег. Это без учета покупки? То есть это инвестировано просто в... А что было здесь за предприятие? Лакокрасочный завод, но перепрофилированный и перепроданный уже несколько раз. И вот этот цех, который вы видите, здесь он на самом деле практически был без окон, без дверей. Обалдеть. А сейчас прям вот... Ну и цель была создать реально условия для людей прям высшего пилотажа. Вплоть до... Мы четко для себя давали отчет, что не только, образно говоря, фонд заработной платы сегодня является каким-то базисом. Нужны дополнительные преференции для того, чтобы условия для работы точно были созданы хорошие. И столовая, и места общего пользования и так далее. Поэтому мы здесь планку задрали серьезно. И это в основном благодаря нашему руководителю Тарас Игоревичу Спиваку. Вот он именно болеет, радеет за этот промо-технопарк. Это его как бы дитё. Этот рынок, он действительно большой. Если мы попробуем оцифровать, то это порядка 250 миллиардов рублей в год. Это именно по России сейчас говорю. Половина всей продукции это импорт, а другая половина, которая производится в России, на 70% состоит из импортных комплектующих. В совокупности импортозависимость порядка 80% по столь важной, стратегически важной, я бы даже сказал, продукции. Что такое 200 миллиардов импорта? Это более 30 тысяч рабочих мест по всей цепочке кооперации, которая необходима для выпуска холодильника. Заместить весь импорт на 200 миллиардов в России 30 тысяч рабочих мест. Более 30 тысяч рабочих мест, которые фактически сейчас, они также существуют, но за границей. Вы прям проводили эту аналитику? Конечно, конечно. Все очень глубоко, детально исследовали. То есть, представляете, за счет нашего бюджета сейчас содержится более 30 тысяч иностранцев. Налогооблагаемая база в 200 миллиардов рублей, очевидно, что не маленькая. Это минимум 40 миллиардов только одного НДС. налог на прибыль, отчисление во все уровни бюджета, зарплат. Ну, то есть, как бы это серьезный объем. Крайне серьезный. Эти деньги мы могли бы оставить у нас в стране и вкладывать их в развитие. Потому что здесь очень-очень много возможностей для, так скажем, некой технологической синергии. Когда ты начинаешь производить тот же компрессор, ты начинаешь потреблять больше металла, который как раз в России производят. Металл из руды. Ну, соответственно, вот вся вот эта цепочка, которая образуется, каждый... Всех смежников? Всех смежников, да. Каждый получает свою, как говорится, копейку, а где-то и рубль. И в целом экономика растет, потребительская способность, то есть покупательская, как ее называют, тоже растет. И, собственно, всем от этого только хорошо. И самое главное, технологический суверенитет. Мы ни от кого не зависим. Вот к этому нужно стремиться. Чтобы было понятно, в начале этого года план на месяц у нас был 50 изделий. На следующий год мы выходим на цифру 500 изделий. Ого. И у вас все ваши клиенты по вот этому виду кондиционеров, это российские предприятия? Ну, сегодня это не фаз. И «Газгрупп», «Альфа», это имеется в виду троллейбусный завод Уфа, забыл, как называется предприятие, и «Волгобас». Вот основные пять предприятий. Мы участвовали уже в двух выставках в Азербайджане и в Узбекистане. На сегодняшний день есть протоколы о намерениях, и в декабре мы отгружаем первые опытные образцы туда. То есть мы свою экспансию географическую расширяем. Какая, кстати, сейчас география? Ну, СНГ? Да, нет, у нас в основном СНГ. Но и в СНГ даже не совсем ярко мы представлены. Это в основном Россия, Казахстан. Белоруссия отчасти присутствует там сборочного производства швейцарского, которое тоже сейчас отчасти переобувается, не знаю, что у них там происходит. А так, в основном мы, конечно, работали на 90% российский рынок. Поэтому рынок СНГ для нас – это еще один этап, и мы на него точно выходим. И в дальнейшем, ну, сами понимаете, в сегодняшней обстановке, где политическая обстановка будет нам благосклонна, те страны мы рассматриваем реально и изучаем. Вот, ну, как и все, кто занимается, посмотрит в окошко вне государства, эти страны одни и те же, там, и Индия, смотрим на и север Африканского континента, благосклонные наши страны, ну, и те, кто на самом деле остаются, может быть, даже и вернутся, такие как Венгрия. Потому что у нас было, когда шел египетский проект, мы должны были там открыть сборочное производство. Венгрия? Да. И мы уже отработали полностью этот проект. У нас был составлен бизнес-план, даже начало финансирования. Но вот, опять же, к реализации не приступили, только благодаря вот этой ситуации, которая сложилась политически. В 22-й год. Ага. Да. Но при этом, вот даже на данный момент, некоторый бизнес продолжает работать, несмотря ни... Ну, где-то частично там, да, все от людей в том числе зависит и находят возможности. Да, но у вас в целом не было особо никаких там тесных связей с европейцами, да, я имею в виду в плане поставок каких-то или чего? Нет, нет, поставки у нас были, у нас на самом деле... В смысле, вы отгружали свои готовые изделия? Нет, 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 как комплектующие, в обратную сторону. На момент начала 22-го года 76% комплектации встало как санкционка. И нам пришлось где-то до конца 22-го, это вообще был такой период очень серьезной, супер напряженной работы, где мы часть изделий, которые имели складские запасы, мы видели, где они у нас имеют горизонт окончания, мы просто-напросто переходили на новых поставщиков. Но опять же, благодаря тому, что мы стратегически уже с Азии работали с 2019 года, у нас тоже это не было с чистого листа. То есть, образно говоря, по основным своим компонентам, которые мы использовали, база данных производителей в Юго-Восточной Азии у нас была. И наши закупщики, инженеры выезжали на все эти выставки. И у нас, на самом деле, была такая отработанная тема. И мы ее просто запустили в практическую работу. Поэтому из-за нас ни один завод не остановился, сборочный, который ни в железнодорожной, ни в автомобильной отрасли. В этом году, наверное, порядка 10 миллиардов будет у нас по дивизиону выручка. Выручка? Да, вот. И на следующий год уже запланировано порядка 12. При запуске производства, локализации компонентной базы и расширении отрасли, как раз мы постепенный рост от 20 до 30 процентов планируем ежегодно. Какие-то прикольные, яркие штуки, маленькие при этом. Обычно тут все большое делается. Это что такое? Одно из направлений, которое мы развиваем сегодня, это так называемая сельскохозяйственная и строительная техника. Это кондиционер для предприятия промтрактор. На две модели мы ставим, которые выпускают бульдозера и экскаваторы. Это кондиционер? Да, это кондиционер. Это небольшой для кабины. Обалдеть. Ну, а кабина наша измерима с кабиной машины. Поэтому, да, вот комплектация его со всеми узлами и так далее. Соответственно, мы сегодня прошли аттестацию Россельмаша, мы прошли Кировца. Соответственно, опытные образцы везде заходят. Мы проводим испытания. То есть мы рассчитываем, что в отрасль сельскохозяйственной техники и строительной через два года мы 30 процентов объема должны забрать. Такая у нас цель. На базе развития технологий, которые есть, мы начинаем входить и в смежные технологии. Ну, как пример. Есть компрессор, который сжимает, образно говоря, холдоген, а есть компрессор, который сжимает воздух. Вот мы выпустили уже один агрегат, который обеспечивает сегодня всю тормозную систему вагона метро. Да, это пока из элементов покупных агрегат собирается. Но сама технология инжиниринг и целый отдел у нас создан специализированный по воздушному направлению. И почему мы пошли на это? Потому что мы понимаем себе стратегию еще дальше чуть определили. Если мы компетенцию сжатия победим в холдогенте, то воздух это еще намного проще. Соответственно, иметь готовый продукт, потом локализовать этот компрессор для нас тоже не составит труда. Тем более, что там технология внутреннего сжатия практически одна и та же. Но это классно, когда есть смежные технологии, смежные отрасли, куда можно эту технологию ретранслировать. Да, и она, самое главное, сейчас точно не занята. Потому что основной производитель был немецкий. Он ушел с рынка. Соответственно, да, пытаются зайти многие, кто и в восточной части и прочее. Но компетенция именно с точки зрения компрессорного оборудования, компрессорное оборудование опять же является основой этой тормозной системы. Его пока нет. Поэтому, я надеюсь, у нас и этот план получится. Но чуть-чуть подальше. Как сказал один из героев наших выпусков предыдущих, что в России куда ни глянь, везде просто свободный рынок, можно сказать. Бери и делай на самом-то деле. Потому что, как мы уже с вами тоже пообщались, что за последние годы, к сожалению, было потеряно много чего, что сейчас можно реализовывать, догонять, восполнять. Я в обратную сторону скажу. На самом деле, вот общаясь с кругом своих коллег и так далее, проблема сегодняшнего менеджмента. Кто готов на себя взять ответственности, неважно какую, продуктовую, стратегическую, финансовую, неважно какую. Это видно на поверхности, когда ты в этом варишься. И не было бы такого промпарка, если бы тот же Спивак не взял на себя такую ответственность. Мы немножко говорили про компонентную базу. Ну, хотя достаточно много, на самом деле, говорили. Да, и вы говорили, что в целом почти все уже в ближайшее время будет производиться не просто в России, а у вас же, на ваших же предприятиях. Да, это наша основная цель. Мы пока не замахнулись только на элементы холодильного контура. То есть там есть так называемые ТРВ, это запорная арматура, регуляторная арматура. Потому что это отдельный вид технологий. Это огромные заводы, которые выстроены крупнейшими концернами. И вот на мелкосерийном производстве пока мы, опять же, жизнь заставят закрутимся, но пока мы в стратегии этого точно не видим, потому что надо закончить то, что мы начали реально в 2019 году. Я знаю, много есть людей, которые болеют этой идеей в холодильной отрасли, что сердце должно быть изготовлено здесь, в России. Но кому оно поддастся, в дальнейшем прогнозировать не готов? Нам, надеюсь, да. Мы на другой локации. Мы теперь уже в мытищах. Да. Здесь у вас больше, я так понимаю, экспериментальных таких... Да, это... Да, да. Работает эта площадка в первую очередь является у нас как опытным производством. Потому что на этой локации у нас как раз забазировано весь инжиниринговый состав. Соответственно, здесь выпускается мелкая серия и все опытные образцы. Вы там видели на корпусный электропоезд Иволга, здесь стоит электропоезд Ласточка. Выпускают компанию «Уральские локомотивы». Ходят эти поезда на многих межгород сейчас. Это Москва-Иваново, например, Москва-Тверь. И также они являются основой подвижного состава на Кольцевой, в Москве. Здесь еще один наш новый продукт, который я тогда анонсировал, что мы параллельно к основному продукту, связанному с холодом, начали заниматься конкретным компрессорным оборудованием, воздушным для тормозных систем. Соответственно, это агрегаты, которые мы получаем на сегодняшний день из Китая. Собираем дополнительно, агрегатируем их в определенные элементы с доосушителями и прочее. И это получается вот такой комплект, который находится под полом вагона метро и осуществляет подачу воздуха в тормозную систему. То есть вот это вот уже вся... Это вот этот блок, да, это блок наш. Соответственно, вот этот компрессор, который сегодня мы получаем из Китая, он сегодня уже также в плане окра стоит. Мы его реинжинируем с нашим технологическим партнером. Надеемся в январе и феврале уже получить опытный образец. План к концу года, мы должны следующего, 24-го, получить этот агрегат собственного производства. А электродвигатель тоже свой? Тоже свой. Ну, дальше тут это кабины машиниста, кондиционеры. Также, если мы сравним с тем кондиционером большим, система управления здесь тоже встроенная, но только в уменьшенном виде. И вещь, которую мы заметили здесь, это контроллер. Да, это наше собственное производство. Они делаются здесь же у вас? На этой площади? Нет, контроллеры у нас смежные в Твери, там у нашего смежника, а разработка полностью, комплектация и прочее, это наши инженеры. У нас есть отдел систем управления, в котором разработаны базовые три контроллера, которые закрывают сейчас всю линейку. Здесь у нас устанавливаны влагоотделители, то есть основная проблема с воздухом и его подготовка, это отделить воздух от влаги. И потом цикл, как всегда, завершается испытаниями нашими приемоздаточными. Это все тоже собственного производства. Стенды испытательные. Еще больше я могу сказать, что мы при запуске новых изделий используем дистанционный мониторинг. То есть у нас встроена система мониторинга в само изделие, есть диспетчерский пункт и через GSM модули мы передаем все основные параметры при первой эксплуатации, которая начинается и где-то полгода каждую установку мы мониторим именно в эксплуатации для того, чтобы понять особенности, которые происходят и где-то программным обеспечением, где-то другими доработками ввести уже, когда мы запустим в большую серию, чтобы у нас там проблем никаких не было. Здесь вот у нас первый опытный образец на ПСИ стоит. Это как раз электробус. На сегодняшний день пока электробус никто из российских компаний не заместил. Вот это первая ласточка, которую мы надеемся на следующий месяц уходит нам к нашим партнерам в НИФАС для проведения пробеговых испытаний. И на следующий год мы его ставим в серию. Здесь делаются кондиционеры именно для колесной техники и для электрической колесной техники. То есть троллейбусы, обнобусы, электробусы. Электробусы, да, в будущем. Мы находимся на этапе опытной партии. Мы их делаем всего 4 штуки. Вот сейчас проходит обкатка и будет проходить испытание на самом же электробусе. А троллейбусы? Троллейбусы сейчас мы делаем в среднем по 20 штук в месяц. Это потому что в принципе троллейбусов не так много. В принципе, да, в России не такой большой рынок троллейбусов. Плюс он достаточно конкурентный для нас. Вот мы там соперничаем. Мы на этом рынке совсем недавно, мы только в этом году начали поставлять на этот рынок. Вот в отличие от, например, той же железной дороги, где мы уже там достаточно много лет работаем. В этом цеху также мы применяем такие современные подходы. и мы отрабатываем технологии на поточной сборке. Ну, можно сказать, конвейерной. Цель, чтобы свести к минимуму потери, которые возникают при производстве. И сделать максимально эффективный цикл сборки. Это очередное помещение. Но это специализированный участок, где мы собираем, готовим для как раз участков основной сборки электротехнические изделия. То есть здесь собирается система управления на столах, которые вы видите. Здесь собираются кабельные подсборки, которые уже сгутуются, конкретно нумеруются и переподаются на каждое изделие. Сейчас на вагонах локомотивной тяги у нас 10 вагонов входит с индивидуальной системой регулирования купе. То есть есть 4 датчика установлены, 4 пульта управления. Там термостатирование поддерживается с помощью электрических ТЭНов, если нужно подогреть индивидуально. То есть это уже климат-контроль? Да, это уже практически климат-контроль в купе. Мы тоже к этому пришли. Заказчик у нас эти требования выставил. Сейчас проходит опытная эксплуатация. Это уже готовый кондиционер для троллейбуса. Здесь, соответственно, пластик мы получаем от наших поставщиков, в том числе из группы компании КСК. Металл также приходит к нам частично из группы компании КСК. Контроллер, который находится в сердце системы управления, также это, как мы говорили, наша разработка. Но изготавливается сама плата также на заводе КСК в Твери компании ЛКОМ. Поэтому в целом проблем каких-то глобальных мы не испытываем в части импортозамещения. Здесь очень много локальных компонентов, в том числе российских. В том числе вентиляторы, например, российского производства. А, вот эти вот конкретно российские? Да, это в Тольятти делаются. На том же заводе, который поставляют на АвтоВАЗ. Я смотрю, радиатор от пятерки. Узнаю его. Ну да, кстати, от десятки только. От десятки. Да, там, мне кажется, вообще нет. Ну что, мы в очередном помещении. Это здесь формируются как раз все опытные образцы. Здесь работают самые квалифицированные у нас ребята, профессионалы, которые по определенным компетенциям собраны. Вот здесь как раз собирается второй электробус. В чем его сложность? Да, электробус там от того же троллейбуса условно. Ну, основная проблема то, что питание через аккумуляторную батарею имеет определенный уровень стабильности, но в то же время иногда имеет те переходы. Ну, температурные особенно, да, литейные батареи. Здесь требования к системе управления, они, ну, повышенные, будем говорить. Плюс то, что касается вентиляции, раздачи воздуха, тоже дополнительно. Плюс обогрев, он тоже часть электрический. Ну, и, конечно же, сам компрессор, который несет в себя отбор мощности не как в двигателе внутреннего сгорания, просто ременная передача. А здесь стоит он уже с внутренним электродвигателем. Он тоже накладывает свои особенности. Поэтому это, на самом деле, ну, непростой элемент. И нам пришлось тут поработать над ним довольно серьезно. И он, как нам вот Евгений тут за кадром рассказывал, он может нагревать и охлаждать салон, нагревать и охлаждать кабину. И он же еще и нагревает и охлаждает батарею. Все правильно. Все от одного аппарата через вот эту вот систему, собственно, происходит. Ну, поэтому и требования. Я же говорю, требования другие совсем. Поэтому здесь, на самом деле, изделие сложное. И количество даже присоединений, пайки и прочее, оно в разы отличается от обычного кондиционера. Сколько времени вот уходит на такую разработку и на то, чтобы пустить ее уже в серию, либо вот вывести на испытание? Ну, если так и разбираться, чисто инженерная работа, ну, это где-то в районе 6 месяцев. Очень многое зависит от отрасли, которая предъявляет определенные требования ГОСТа по регламенту постановки на производство. Это разные. То есть, например, в автомобильной отрасли это немного попроще. В железнодорожной отрасли, если мы берем, что разработка 6, то регламент постановки 9. Ну, а если мы пойдем на морскую тему, то там до трех лет регламент постановки на производство. То есть, ты за 6-9 месяцев можешь железо разработать, но чтобы его, образно говоря, ты имел право поставить в изделие, то это мерится годами. Это очень долгие инвестиции. Так и есть. Этот участок тоже, как видите, он такой достаточно компактный, потому что здесь мы отрабатываем технологии, мы здесь создаем наше будущее. Мы приобрели вот такую вещь, это 3D-принтер, на котором мы можем достаточно быстро изготавливать необходимые нам детали, макеты деталей, а в некотором случае, так скажем, боевые детали. Сами детали, да? Да, и использовать их в наших опытных образцах. Но это для чего-то мелкосерийного, я так понимаю. Да, это для опытных образцов, для постановки на производство, чтобы отработать ту или иную технологию, как они будут сочельняться между собой, соединяться. Вот уже на принтере, вот это напечатано. Лопатки отдельно, да, и вот сами вот эти вот. Диффузор, который идет в комплекте с этим вентилятором, да, и само рабочее колесо. Но это, опять же, макет для отработки просто, скажем так, собираемости, сочельняемости, каких-то первичных данных по воздушным потокам, по распределению воздуха. Также здесь есть технология литья в силиконовые формы. То есть пластик можно печатать на 3D-принтере, а можно изготовить форму из силикона и залить его сюда, и он примет форму матрицы. Но это тоже для чего-то такого мелкосерийного, что вручную, да, можно... Да, вот тоже, например, вот этот пластик, да, уже отлит в силиконовую форму. Это сердце, как это, инженерного центра. И здесь вот как раз сегодня проходит испытание, опять же, мы третий раз возвращаемся, это электробус. А, это еще одно изделие, которое, да, подтверждает свои характеристики. Что камера вот это делает, какие условия она имитирует? Значит, основное, она нагнетает температурный режим плюсовой до 70 градусов. То есть те технические требования, которые выдвигает нам заказчик, мы их создаем. Здесь влажность, температуру и, соответственно, проверяем работоспособность с точки зрения понижения температуры в камере в определенный период времени. А внешняя температура... Вы же делали, поставляли кондиционеры на вагоны, которые в Египет отправлялись. Да, так и есть. То есть там-то... А это как раз почему плюс 70? Потому что я вам могу сказать больше. В вагонах наших, которые, Тверского вагоностроительного завода, так как кондиционер стоит под крышей, в летний период, температура на стоянках, когда останавливается полный поезд в южных регионах, у нас достигает 55-60 градусов. Обалдеть. Внутри. Хочу обратить внимание вот сюда. Здесь сейчас, как раз, проходят, коллеги, испытания. Это мы собрали новый макет и наш... Это уже не макет, прям это уже рабочая же, да, установка? Да, но это все равно, мы его считаем пока макетом, то есть в сленге постановки на производство есть макет как рабочий. Здесь написано ThermoTrux, есть знаменитая американская компания ThermoPink, которая является законодателем основного производства холодильного оборудования для рефрижераторов автомобильных. Соответственно, здесь сымитирована камера, и сейчас вот проходит первое испытание, первого образца на конкретное подтверждение своих характеристик. То есть в России таких установок никто никогда не делал, никого на российском рынке на сегодня нет. Поэтому у нас сейчас собрано три модели, которые закрывают 90% рынка. Вот эта основная 150-я модель, АХО, это автономная холодильная установка, 110 металлов. Она как раз проходит испытание вот в этой новой камере. Ну, я надеюсь, тоже победимый серийный выпуск планируем во втором полугодии следующего года. С одним небезызвестным производителем полуприцепов. Ну, конечно, да, 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 не одним. Но про одного мы знаем наверняка. Да, да, точно. Это очень холодно, я туда не полезу. Она выставлена нам на минус 15. То есть это перевозка как раз всей заморозки. Заморозки, да, да. Ну, охлажденки в зависимости. Да, да, да. Ну, вот, минус 15, 3,7. И она автономная полностью. То есть она даже не зависит от головы. И вот это как раз то, что я говорил, это мы получили как раз финансирование федеральной программы. И это как раз создано на деньги федеральной программы. То есть это нам государство помогает. Самое главное, вещь работает. Да. Все внутри организовано. Пространство очень компактное между головой, фурами. Здесь как раз одна из проблем основных. Там стоит дизельный двигатель. И обычные стандартные дизельные двигатели, которые, ну, производятся там для, не знаю, там, ну, для трактора, там, маломерно, он сюда не подойдет. Он нужен специализированный. И в этом была основная проблема. Мы его нашли, конечно, опять в Китае. Но сейчас нам опытный образец сделала белорусская компания. И мы с ними как бы подписываем контракт на пять первых двигателей, испытываем. И я думаю, у нас с ним все срастется. С точки зрения выпуска, например, вот новой продукции, как она регламентируется, я к тому, что вот выходит у вас сейчас на рынок холодильная установка для рефрижераторов. То, что в России вообще никогда не производилось. Да. Это же нужны какие-то, я не знаю, нормы, да, там, техзадания. Ну, то есть как-то оно же должно быть регламентировано, какие-то кода там и все остальное. Нет, ну, ГОСТы есть, мы все равно работаем по ГОСТам, конечно. Ну, и плюс заказчик. То есть особенно при перевозке продуктов питания, да, очень большую роль сейчас играют сети. То есть, ну, я имею в виду сети, которые... На ритейл. Они, да, ритейл. И они же диктуют на сегодняшний день условия. То есть, чтобы было понятно, там одно из условий, например, неважный маршрут движения Владивосток-Москва, у нас по графику реакции должно быть два часа, всего два часа, если что-то случилось с установкой. Вы имеете в виду сервис? Да. Обалдеть. И это требование ритейла. Поэтому создаются целые сети сервисного обслуживания, где создаются сертифицированные центры, идет обучение. Это как раз у нас в планах развития нашего бизнеса, именно как, ну, будем говорить, поставки рефрижераторного. Мы основу ставим, мы не просто будем создавать холодильную машину, ну, будем говорить, кубику. Мы должны оказывать полноценную услугу холодильной цепочке. И в этой цепочке холодильной продуктовой есть транспорт. Соответственно, в нашей идее это полностью авторизованный мониторинг каждой установки. Это диспетчерский центр, который будет или функционально передан ритейлу, если кто имеет на это потребность. Если нет, то мы все равно будем в гарантийное обязательство точно, постгарантийное обязательство, это будем уже решать, будем оказывать полноценную услугу. Не просто продажа холодильной установки. Это должно быть обеспечение именно части холодильной цепочки, ну, как мы говорим, от грядки до, образно говоря, до полки. Там же несколько цепей есть. И вот как раз наш вот этот отрезок мы готовы обеспечивать. Именно так логику этого бизнеса начинаем устраивать. Ну, это серьезная работа на самом деле. И выходя вот, вы в принципе, весь ваш бизнес это B2B, да? Да. И это одна из основ, наверное, одна из основ такого успешного бизнеса. Не просто продать продукт, а еще сделать потом жизнеспособность, обеспечить дальнейшего сервиса, обслуживание и реакции самое главное. Да. Во всех отраслях абсолютно. Что станкостроение, например, да, то есть это очень важно. И то есть в АМИ будет прям выстраиваться такая сеть? Она не просто, она уже на сегодняшний день, она, почему, ну, будем говорить, не с нуля будет выстроена. У нас уже эта сеть работает по цепочке железнодорожного транспорта и автомобильного. У нас уже организованы авторизованные центры. Где-то мы сами управляем, где-то это на аутсорс. Поэтому для нас это, ну, такой процесс, который для нас понятен, естественно, только теперь, понятно, территорию другую немного нужно будет охватить, и время реакции должно быть другое. Как вы в целом вот оцениваете обстановку нынешнюю для промышленности, я имею в виду, конкретно вот кондиционерного оборудования, да, и, не знаю, какую-то перспективу, может быть? Слушайте, ну, те, кто реально что-то производит самостоятельно, сегодня золотое время, и его надо ловить. Хочу пожелать всем своим коллегам, я имею в виду, те, кто реально производит, вот, не останавливаться. У нас точно золотое время, поэтому нужно топить, нужно друг за друга держать. Восточных товарищей мы тоже должны иметь в виду, но все равно держаться друг друга. Это в том числе и обращаюсь к моим заказчикам, и к КАМАЗу, и к Газгрупп, которые тоже имеют на сегодняшний день право выбора. Но все-таки российское – это российское. Поддержите отечественного производителя, как говорится. Ну, все, спасибо вам большое. Спасибо. Друзья, на этом все. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск, я надеюсь, до этого момента. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях вашими эмоциями, вашими ощущениями. Я снова невероятно вдохновлен, как и всегда, наверное, от осознания того, насколько все-таки в России есть производство. Кто бы что нам не говорил. Все не так уж и плохо, а местами, может быть, даже и хорошо. А будет еще лучше. Я в этом не сомневаюсь, абсолютно точно. Спасибо большое еще раз, друзья, за ваш просмотр. Поделитесь, пожалуйста, этим выпуском. Не забудьте это делать. Ну и подпишитесь, если еще не подписались. Впереди еще много интересного. Это был проект «В процессе». Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова